Сильные, смелые, решительные, будущие спортсмены, летчики, пожарные, конструкторы. Сегодня они просто ребята, которые не боятся верить в мечту и идти к своей цели. В детской спортивной школе Нортон Юниор учатся только такие дети с сильным характером. Здесь не ставят оценки за занятия и не отмечают прогулы. Да это и ни к чему. Школьники приходят сюда по собственному желанию. Здесь есть место подвигу. Здесь все по-настоящему. Сочи! Сочи! Челевин! Челевин! Своротов! Своротов! С такими громкими болельщиками нетрудно сделать вывод о широте географии. Первенство Приволжского федерального округа по скоростному маневрированию среди юношей – это уже традиционное мероприятие для Перми. Но вот команда из Сочи приехала впервые. И пусть южные сборы отличаются от наших, там нет ни снега, ни ледяной корки, юные спортсмены не испугались трудностей. Все участники находятся в равных условиях. Задача – выполнить упражнения. Бокс, стоянка, крест передним ходом. Причем сделать это красиво. Сложность есть в каждой фигуре. Надо просто стараться аккуратно все пройти. Тем более трасса, зная, лед. Поэтому, чтобы без букса, все надо ровно делать, аккуратно. Здесь каждый мечтает о победе. У Дениса Горшкова есть своя традиция – надевать носки разного цвета. А еще ребята считают, что тесты на знание правил дорожного движения нужно писать обязательно своей ручкой. Но дело, конечно, не в приметах, а в подготовке. Ученики спортивной школы Нортон-Юниор стабильно показывают на соревнованиях хорошие результаты. Естественно, хочется показать себя, какое есть, что из себя представляет город Перим. И, естественно, не подводить тренера и участвовать во всем. Всегда есть интерес к этому. Запись детей в школу на следующий учебный год проходит с мая по сентябрь. Это дает возможность большему количеству детей города при наличии бюджетных мест и при отсутствии медицинских противопоказаний пройти спортивную подготовку и развить свои способности. Без автомобиля сегодня никуда. Поэтому не случайно секция по автомногоборью является в Нортон-Юниор одной из самых многочисленных. Многие ребята ко мне приходят в 11 лет и уходят в 18. Конечно, он уже профессиональный водитель. Ребята, которые попадают в сборную у Пермского края, они имеют льготы, получают направление в институты, всякие колледжи. Учатся наши ребята и в Московском институте транспорта. Шесть ребят моих, выпускников, работают в министерстве МВД в Москве, которых забрали после соревнований. Конечно, они получают столько здесь знаний, ни одна автошкола такого не дает. Трусы не играют в хоккей. Раз, два, три, четыре. Завалил плечи. Сразу. Занятие секции «Пожарно-прикладное дело» проходит на стадионе «Динамо». Здесь находится самый главный тренажер для пожарных – башня, которую юные пожарные покоряют с помощью штурмовой лестницы. Бежать приходится по отвесной стене. Лестница, надо лететь вдоль туловища. А то ее бросали или туда, или сюда. Или заваливали. Зачем? То есть немножко думайте. Понятно? Вопросы есть? Еще раз поехали. Сегодня команда готовится к международным соревнованиям, которые в этом году состоятся в Корее. За право защищать честь страны надо еще побороться. Но у Дианы есть все шансы. Об этом спорте девушка узнала от своего брата. Пришла попробовать. И после этого, не раздумывая, оставила занятие танцами. Первое, с чего я начала – это башня. Я прошла пару шагов. Ну, из-за страха я не полезла дальше. Затем мне показали то, что есть еще один вид. Это 100-метровая полоса с препятствиями. Я сначала удивилась, как бегают. Там рукава тяжелые. Нужно все соединить, пробежать быстро. Ну, сейчас получается все хорошо. Диана, результат 2,57 слабо. Слабо. В Корее этот результат будет очень слабый. Бежать надо 2,4. 2,2,3. Этим ребятам с учителем повезло. Александр Хаткевич еще и тренер сборной России. Он воспитал 20 мастеров спорта, а также внес свой вклад в подготовку многократных чемпионов мира и Европы. В детской школе Нортон Юниор под руководством Александра Хаткевича сегодня занимается более 100 детей. Усиленные тренировки почти всегда дают результат. Очень много всего поменялось. Я пришел, не умел бегать. Ну, нормально так. Сейчас меня тут научили, как правильно бегать руками, как работать, как что-то соединять, как вообще лазить по лестнице. Много всего научили. То есть этот спорт, он многое дает. Пожарно-прикладное дело – это один из немногих видов спорта, который дает профориентацию детям. После завершения обучения многие мечтают о работе спасателя или пожарного. Выпускники школы Нортон Юниор с легкостью поступают в вузы МЧС. Самое интересное, что многие ребята выбрали профессию пожарных. У меня есть генералы. У меня есть генерал. Это первый зам Приволжского регионального центра Андрей Викторович Ковтун. Есть полковники. Это Борис Сергеевич Малюк. Это Андрей Котков. И так далее. Многое я могу перечислить. Это я уже не буду говорить о подполковниках и так далее. То есть они выбрали эту профессию. Значит, не зря мы с ними работали. А то, что спасают, есть дело, конечно, у меня в сборной команде ребята, которые награждены наградами, значит, такими, как «Отвага на пожаре». Значит, есть ордена есть у ребят, которые просто шли в огонь. Это не каждому дело дано. А есть мальчик дело, который просто ночью спас весь дом. Он спас где-то около 20 человек. С мотоциклетным спортом связано несколько мифов. Во-первых, многие считают, что мотокросс только для взрослых. Но, как мы видим, малыши с легкостью справляются с мотоциклом. Во-вторых, говорят, девушек в эту секцию не принимают. Еще одно заблуждение. В школу Нортон Юниор приглашают всех желающих. Ну, а в-третьих, родители переживают, что такие занятия небезопасны. Что ж, тут мы передаем слово профессионалам. Тренер-преподаватель Рамиль Файзуддинов демонстрирует экипировку, которая защищает спортсмена во время падения. Вот, с вашего позволения, сейчас пригласим спортсмена, одного из наших, и наглядно все продемонстрируем. Что сюда входит? Ну, прежде всего, шлем, защита головы от ударов внешних. Чушка, видите, чтобы не прилетала. Это панцирь спереди и защита спины сзади. Защита спины. Очень жесткий пластик. От таких прыжков захватывает дух. Все происходящее напоминает шоу. А ведь это самая обычная тренировка мотоциклистов школы Нортон Юниор. Я пожелаю ребятам, которые хотят заниматься таким спортом, мотокроссом, то, что если они боятся упасть, то без падений никак. Надо преодолевать в любом случае свой страх. И наш вид спорта, он очень тяжелый. Многие думают, что мы только ручку газа крутим и на тормоза нажимаем. Нет, тут очень тяжело. Тут все равно надо, сколько он, 100 килограмм весит, надо его как-то удержать под собой, лишний раз его выдернуть откуда-нибудь. Очень тяжелый вид спорта, чтобы готовиться к тяжелым тренировкам, к бегу, к физическим упражнениям. То, что это не то, что пришел и сел на мотоцикл. Это очень хорошая физическая подготовка должна быть. Как отмечают юные мотоциклисты, самое сложное – это преодолеть свой страх. За время обучения многим удается освоить технику. И не стоит расстраиваться, если вдруг не получится приручить двухколесного друга. В школе Нортон Юниор у ребят всегда есть возможность перейти в смежный вид спорта. Школа наша уникальная. Здесь как бы можно переходить с одного подразделения. У нас 12 направлений видов спорта. Здесь можно переходить с одного подразделения в другое. Ребята пробуют. Понятно, что не каждому нравится заниматься именно мотоциклами, заниматься именно техникой. Но, тем не менее, каждый открывает для себя что-то новое. А родители уже со стороны, совместно с тренером, уже делают акцент именно на то, надо этим спортом заниматься или есть возможность пока перейти либо в велоспорт, либо в картинг. У нас много направлений. Так что здесь можно даже без всяких проблем, не выходя из школы, пробовать что-то новое для себя, открывать что-то новое. Горки, трамплины, повороты – кажется, что это слишком сложные трюки. Но не для тех, кто занимается в секции с раннего возраста. Чтобы стать чемпионом, главное – вовремя приступить к занятиям. Об этом директор школы Нортон Юниор знает на собственном опыте. В детстве он тоже был увлечен мотоспортом. В наших видах спорта вообще, чем раньше начинаешь заниматься, тем больше и быстрее достигнешь каких-то результатов. Я в тот же мотокросс лет 15-16. Есть люди, которые достигают каких-то результатов, но очень сложно уже добиться. В 15 лет, как правило, люди уже становятся чемпионами мира. В своем классе, потому что у нас есть возрастные группы по классам. И в каждом классе уже в это время чемпионы. Из мотокросса мальчишки часто переходят в секцию картинга. Это, как говорят профессионалы, король автоспорта. С гонок на картах началась карьера многих великих пилотов Формулы-1, в том числе и Михаэля Шумахера. Юных картингистов на месте не застать. Они постоянно выезжают на соревнования. Вот и сейчас ребята готовятся к очередному заезду. Подготовка к соревнованиям, конечно, это тоже сложный процесс, потому что, чтобы участвовать в соревнованиях, дети должны изучить и устройство автомобиля, и как двигатель работает, и двигатели внутреннего сгорания у нас. То есть, как заправляется, чем заправляется карт, как механизмы работают, как колеса крутятся, сколько закачивать воздуха. То есть, на самом деле, картинг технический, спорт, и очень сложный. Не так-то просто подготовиться к соревнованиям и победить. Велосекцию принимает школьников с 10 лет. Эти ребята – универсалы. Они умеют кататься как на шоссейных велосипедах, так и на горных. Пока многочисленная команда спортсменов «Нортон Юниор» находится на южных сборах в Краснодарском крае, ребята помладше усиленно тренируются дома. На соревнования отправляются самые сильные. Летом у нас тренировки на свежем воздухе. Всегда все загорелые ходят. Ездим на соревнования, на сборы. У нас много соревнований проходит в Перми, на выезде. То есть, дети уже с самого раннего возраста привыкают быть самостоятельными. Все, держи, 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 держи. Вот, хороший порыв, держи. Вот так планеристы учатся летать на земле. Сравнить этот вид спорта можно разве что с парусным. Для набора высоты пилоты-планеры используют восходящие воздушные потоки. Правда, поймать их непросто. Всю зиму воспитанники секции изучают теорию. Аэродинамику, навигацию, метеорологию, конструкцию летательных аппаратов и даже правила выживания на местности. И только летом удается подняться в небо. Поначалу я не знал, что такое планеризм. Я сначала подумал, что это какие-то авиамодели, радиопуляемые модели. Я представить себе не мог, что это у нас тут, в Перми. И это меня заинтересовало, так как я хочу стать гражданским пилотом, уйти дальше, развиваться в авиацию. Ведь авиация – это что-то несравнимое, это как полет в космос. Для того, чтобы стать планеристом первого разряда, потребуется не меньше трех лет. После такой подготовки выпускники Нортон и Юниор с легкостью поступают в летное училище. Гораздо надежнее летать с тем пилотом, который пассажир возит, который летал с детства на планерах, когда у него уже с детства отработаны эти все навыки, когда он на планере выполнял штопор, мертвую петлю, знал, что такое безмоторный полет, то есть он не боится, когда двигатель откажет. Такому человеку жизнь свою доверять гораздо проще. И у нас многие ребята сейчас летают на гражданских авиалиниях, многие ребята поступили в военные летные училища, ну и вертолетчики тоже есть. Многие воспитанники школы Нортон Юниор становятся кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта и мастерами спорта международного класса. Практически каждой неделе приносят этим ребятам новые победы. Городицы, конечно, есть чем. Они на сегодняшний день занимают все лидирующие позиции. Что касается отдельного поведения спорта, рассказать, это пожарный приглой у нас даже чемпионы мира, мотокросс, это все чемпионы РФО, ПФО. На сегодняшний день даже есть на пьедестале мы на России. Картинг тоже мы в лидирующих позициях, но не на первом месте, но в троечке мы все стабильно. Парашюты, парапланы у нас есть чемпионы мира, ребята, велосипедисты чемпионы России у нас есть. Кубки это не за один год собраны. В Нортон Юниор культивируется 11 видов спорта, в том числе авиамоделизм, судомоделизм и пауэрлифтинг. У ребят есть возможность заниматься бесплатно. В этой спортивной школе предусмотрено 925 бюджетных мест, которые оплачивает муниципалитет. Еще одна хорошая новость для родителей. Картинги, мотоциклы, автомобили, планеры и парапланы. Все это ребята предоставляется на занятиях. Так что с приобретением техники не стоит спешить. Все, что необходимо, это хорошее здоровье и желание стать чемпионом.